Слава Богу! Благословен Господь, благословено Его имя, за то, что по милости Его мы сегодня пришли, каждый здесь на собрание. Вы знаете, когда-то давно, когда я как-то могу сказать, не так близко знал Бога, я услышал такую фразу, на одном конкурсе красоты, ведущий сказал такие слова, красота спасет мир. А вот когда я начал ходить на собрание, когда я встретился с Христом, тогда я понял, что не красота спасет мир, а только Христос, только Его милость. Потому что по Его милости меня много хранил в жизни. Открылся мне, спас меня тогда, когда, может быть, я должен был погибнуть. И с того времени я понимаю, что не красота спасает мир, а только милость и доброта. Михея, 7 глава, последние стихи, здесь написаны такие слова. «То Бог, как ты, прощающий беззаконие и не внимающим преступлением остатку наследия твоего. Не вечно гневается он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами. Изгладит беззаконие наши, ты вернешь в пучину морскую все грехи наши. Ты явишь верность Якову, милость Аврааму, которого склятво и обещал отцам нашим одней первых». Вот такое качество нашего Бога. Другое место хочу прочитать. Это исход 20 глава, где Господь оставил нам заповеди. Здесь написаны такие слова. «И творящие милость» 20 глава, 6 стих. «И творящие милость до тысячи родов, любящие меня и соблюдающие заповеди мои». И другое место, исход 34 глава. Здесь написаны вновь такие слова. 34 глава, 6 и 7 стих. Частицу 7 стиха. «И прошел Господь пред лицем его и возгласил. Господь, Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину». Сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий нашу вину или наши грехи. Вот такое качество у нашего Бога. И еще одно место, где я хочу прочитать, это Осия, 6 глава, 6 стих. Где Бог говорит такие слова через этого пророка. «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели сосажений». Дорогие друзья, вот такой у нас Творец. Из-за этого, что Он такой, Он требует от нас такого, чтобы мы в жизни так поступали, чтобы мы в жизни так жили. «Суд без милости, не оказавшего милости», сегодня брат говорил. Особенно, вы знаете, вот в это смутное время, когда буквально на глазах люди сильно меняются, люди становятся агрессивные, недовольные, жестокие. И вот в это время особенно Господь хочет, чтобы мы проявили милость к людям, чтобы мы замечали тех, которые в этом мире погибают, которые нуждаются в этом кусочке хлеба или глоток воды. Вы знаете, каждый десятый человек на планете не может напиться чистой, хорошей воды. Ежегодно более шести миллионов детей умирают на земле от голода. А нам Господь все дает. Насколько мы должны быть благодарны, мои дорогие друзья, насколько мы должны вот замечать вот эту милость, которую Господь оказывает каждому из нас до сегодняшнего дня. Потому что ты сам сегодня пришел на собрание. Ты не пришел в инвалидной коляске. Ты своими ногами пришел или приехал на собрание. Тебя никто за руку не водит. Ты своими глазами видишь эту красоту, которую Господь тебе даровал. Насколько милостив нам Господь, мои дорогие. И вот Он этого хочет, чтобы мы это в жизни замечали и то же самое мы делали. Это увидел Христос у своего Отца, и Он в своей жизни тоже так же, то же самое поступал. Матвей, я хочу прочитать. Знакомая нам история. Матвея, 9 глава. С 10 стиха и ниже. Хочу прочитать кратко немножко эту историю. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его. Увидев то, фаристеи сказали ученикам Его, для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками. Иисус же услышал это, сказал им, «Нездоровые имеют нужды во враче, но больные. Пойдите научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы, ибо я пришел взыскать не праведников, но грешников к покаянию». Дорогие мои, вот на сегодняшний день вот давайте найдем мы такого правителя, кто бы так опустился. Вот те люди на то время были отбросок общества. С ними никто не считался. Мытари вообще считались как продажные для Израиля, потому что они работали на Рим. Они часто брали, может, больше, чем надо. И их презирали, с ними не хотели общения иметь. Не то, что еще с ними сидеть и покушать. Какой бы правитель мира опустился бы на таком уровне с такими людьми сидеть, беседовать, проводить время. А Спаситель мира, Христос, пришел в этот мир. И вот Он не брезгал такими людьми. Он с ними общался, разговаривал, потому что Он понимал, что они нуждаются в покаянии, в прощении. Он видел то лицемерие тех, которые били себя, то есть не били, они считали себя, когда пришел помолиться правитель, то есть фарисей и мытарь. Тот молится и говорит, «Благодарю тебя, Отец, что я не такой и не такой, и не такой, как вот этот мытарь». А мытарь не смог только поднять глаза, даже не смел поднять глаза, а бил себе в грудь и говорил, «Помилуй меня, Господи». Вот за такими пришел наш Христос. Вы знаете, милость – это, что человек получает незаслуженное и не получает, что он заслуживает. И вот только по этой милости мы каждый здесь, кто находится, мы здесь находимся на этом месте, потому что мы не получаем то, что должны были получать, а получаем, что не должны были получать. Я часто задаю себе вопрос, чем я лучше многих миллионов людей, которые спят под забором, не имеют, что кушать, не имеют, что пить. Может быть, что здесь злоупотребляют этим, потому что здесь можно найти и работу, можно найти и пойти работать, чтобы честно прокормить себя. Но есть места на планете, где люди десятками километрами идут найти воду. Я думаю, что многие из вас читали такие истории, где приходится искать этой воды по 30, по 40 километров. Кусочек этого хлеба. Чем я лучше этих людей? Я только понимаю, что только милость Божия оказана каждому из нас, оказана мне и моему дому. Слава ему за это. Однажды, во время войны, во время, когда Наполеон воевал, один солдат испугался и сбежал с поля боя. его поймали, привели его к начальникам и Наполеон, говорит, казнить его. Но здесь пригласили его маму. Мать просила, говорит, чтобы помиловать его. Знаете, Наполеон сказал, что за то, что он так сделал, он предал своих друзей, он не заслуживает этого помилования. На что мать ответила этого солдата, что милость не заслуживается. Милость оказывается. Он, когда услышал эти слова, он отпустил его, простил его. Милость не заслуживается. Мы ее не заслужили. Она была оказана в лице нашего Господа Иисуса Христа. Из этого Господь требует от нас, чтобы мы в жизни своей так же поступали так. Правильно. И честно. Хочу прочитать одно место. Это книга Даниил. Это четвертая глава, когда расхаживался о себе царь по своему городу, по великому этому городу. Ему было показано очень интересное видение, чего он не понимал. И он пригласил Даниила, чтобы Даниил ему объяснил вот это видение. И он ему рассказал, что его ждет, что будет с ним. Но он ему говорит такие слова. 24 стих. «Посему, царь, да будет благоугонник тебе совет мой, искупи грехи твои правдою и беззаконие твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой». только добрыми делами нашими, только нашей жизнью, которую Господь от нас требует, чтобы мы оказали другим людям. Не упрекали, дорогие мои. Помните историю, знаменитую историю книги Иоуев? Потому что такого человека, как он не было на земле, его постигло это великое горе. К нему пришли его друзья. Молчали они семь дней, но потом каждый из них решил ему высказывать свое мнение, что я думаю, что тебе Бог за это наказал. Другой говорил, я думаю, что тебе Бог за это наказал. Третий говорил, я думаю, что тебе за это наказал. И вот он в 19 главе, он обращается к ним и говорит, помилуйте вы меня, друзья мои, помилуйте меня. Вы знаете, каждый человек нуждается в милости, какой он бы ни был. Я слышал свидетельство одного окаянного, крутого парня. Вот он говорит, что мои друзья уехали, говорит, на святую землю в Израиль, они оттуда принесут мне, говорит, этой пыли, земли оттуда с Израиля, я, говорит, буду носить его здесь в мешке, говорит, на груди. Это, говорит, спасает и милует. Вот так он думал. Даже такой бандит, такой грешник, и тот, он нуждается в милости. Чтобы ему когда-то в жизни была оказана милость. Чтобы когда-то в жизни кто-то, когда нужно будет, чтобы мы не прошли, то есть человек не прошел мимо него. Вы знаете, однажды я был на севере, и я увидел, собственно, своими глазами интересную такую, такую картину. Был бы у меня тогда телефон, я думаю, что я заработал бы очень много лайков. Зима была, очень холодно, и возле магазина, я заметил, в снегу, возле магазина коляска была, и в коляске спал маленький ребенок, и рядом возле этой коляски была привязана здоровая овчарка. Жаль, что не было тогда телефонов. И вот другую такую историю я слыхал, когда рассказывают, что вот буквально такая же, такая же обстановка была, где женщина пришла в магазин, оставила коляску с ребенком, пошла, отоваривалась в магазине, когда вышла на улице, а ребенка не было в коляске. История говорит, что больше 300 человек, сыщиков, полицейских, волонтеров, в морозе, в холоде искали этого ребенка. Больше 30 тысяч фотографий с этим ребенком были заклеены на каждых перекрестках. Вот через несколько дней комиссар полиции, выступая по телевизору, говорит, у нас сегодня в городе праздник, потому что нашелся ребенок. Люди оставили все и оказали милость этой семье, этой женщине. Вот такое хочет от нас Господь, чтобы мы в жизни так поступали. потому что мы для этого и живем на этой земле, дорогие друзья. Вот этот отрывок времени, который дан мне и тебе, он дал, чтобы ты творил добрые дела, чтобы ты замечал голодного, бедного, потому что придет время, вы знаете, все, что здесь написано в Библии, все те прищи, которые Христос говорил, когда Он говорил, что придут люди и скажут, что когда мы видели тебя голодным, когда мы видели того голодным или не посвящали больного, Он говорит, когда вы не делали одному из этих ближних, не делали мне. А наоборот, скажем тем, которые, чтобы они вошли в обитель Отца, которые посвящали больных, которые кормили голодных, которые правильно поступали в своей жизни. Вы знаете, вот эта книга вся наполнена только такими примерами. В Ветхом Завете 245 раз написано о слове «милость». Милость, милость и милость. И чем может только продлиться мир твой и твое благосостояние? Только вот этим. Потому что так поступал Отец, так поступал Его Сын, и Он сделал, показал тебе и мне этот пример, что только по милости ты сегодня жив. Он оставил небо и пришел в этот мир, создал на Голгофском кресте, чтобы каждый из нас имел эту возможность сидеть сегодня здесь на этих красивых лавочках, жить в прекрасных домах. Прийти сейчас домой, открыть холодильник, а там я уверен, что у каждого из нас холодильники полные. Вы знаете, вот на этой неделе я вот готовлюсь к проповеди, я уже, знаете, я понял одно, что, а я не один раз читаю из Плачь и Ремии, третью главу, где он говорит, что по милости Господа мы не исчезли. Я на этой неделе ее начал читать и видеть ее действительно по-другому, что по милости Господа ты не исчез. Спокойно ты лег и спокойно ты встал сегодня утром. Но всегда так не было. И не знаю, если всегда так и будет. Цени этим временем и цени этой милостью, чтобы когда-то Господь не говорил так же у пророка Иеремии, он однажды сказал, за то, что Израиль не обращал внимания на то, что Господь для него делал, на его милости, на то, что Господь им посылал. Господь однажды сказал через пророка Иеремию, сказал Израилю, я устал миловать. Я не хочу, чтобы это Господь говорил кому-то из вас или это когда-то сказал мне Господь, что я устал миловать. Сохрани Господь каждого из нас и да благословит Господь каждого, мои дорогие, и да пребудет его милость над нами и надальше, как она прибыла и до сих пор. А ему за все пребудет вечная слава. Аминь.